Друзья, всем привет! Сегодня 2 сентября 2020 года, среда, завершилась дневная торговая сессия на фондовом рынке Московской биржи. И мы начинаем наш ежедневный вечерний обзор по основным изменениям, которые произошли сегодня в течение торговой сессии. Рассмотрим основные изменения по торговому плану, но до начала разбора фондового рынка я хотел бы остановиться на разборе основных валютных пар. Это евро-рубль и доллар-рубль, которые давно интересуют наших подписчиков канала Телеграм, а также на канале YouTube тоже просят рассмотреть данные пары. Возможно, и подписчикам интересно, что будет в ближайшей перспективе с валютами. Это нужно для того, чтобы принимать решения по покупке либо продаже валют. Давайте рассмотрим пары для начала, а потом уже перейдем к разбору наших акций по торговому плану. Итак, важно принять внимание и учитывать, что сегодня вышла важная новость по России, которая касается того, что лаборатория Бундесвера нашла в организме Навального следы яда из группы «Новичок» и представитель кабинета министра ФРГ заявил, что Навального отравили в России нервно-паралитическим боевым веществом из группы «Новичок». Данная новость способствовала тому, что сейчас в Европе будет приниматься опять решение касательно того, будут ли в отношении России принят новый пакет санкций. И на этом фоне сегодня у нас мы наблюдали резкий пролив как на фондовом рынке, то есть у нас акции резко начали падать на выходе этой новости. И основные валютные пары по отношению к рублю начали также укрепляться. Давайте посмотрим по порядку. Сейчас на графике мы видим пару доллар-рубль и мы видим, что на текущий момент доллар-рубль торгуется в границах восходящего дневного канала среднесрочного. Но тем не менее нужно учитывать, что получается в марте 2020 года мы отбились от верхней трендовой линии восходящего дневного канала и на текущий момент мы до сих пор не протестировали нижнюю трендовую линию данного канала, которая находится в границах где-то в районе 65-67. Учитывая данный фактор, я считаю, что мы в любом случае в ближайшее время продолжим коррекционное движение по данной валютной паре и у нас имеется потенциал теста основных ключевых уровней, которые я обозначил в торговом плане. Но до этого момента нужно учитывать, что сейчас цена торгуется вблизи сопротивления, которое находится на отметке 76.24.53. И если мы протестируем данное сопротивление и закрепимся выше данной отметки, то у нас открывается перспектива похода к повторному тесту границы пятилетнего канала, который находится в районе 81-81.5. И только после этого мы возможно повторно, если протестируем границу пятилетнего канала, верхнюю трендовую линию, после этого мы можем продолжить нисходящее движение по данной валютной паре. Тем не менее, если мы не закрепимся и не протестируем сопротивление повторно, вот это 76.24.53, то я думаю, уже в ближайшее время мы начнем тест основных ключевых уровней, которые сформированы по торговому плану. И на этом снижении можно будет формировать среднесрочную длинную позицию по доллару, которая позволит диверсифицировать риски. На случай, если у нас на фондовом рынке начнется кризисный период и акции начнут снижаться, то покупки доллара позволят, во-первых, защитить свободный кэш и на укрепление доллара, в последующем постепенно разгружать продавать именно доллара и покупать упавшая акция именно при формировании долгосрочного портфеля. Итак, на данный момент у нас важный момент – это наличие сопротивления 76.24.53. Если мы не протестируем и не закрепимся выше данного сопротивления, то я считаю, что уже в ближайшее время мы начнем продать коррекционное движение по паре доллар-рубль, а именно рубль начнет укрепляться по отношению к доллару. И есть перспектива теста основных ключевых уровней для покупок. Это часовые уровни 73.11.20. Этот уровень был сформирован сегодня. То есть мы видим, что на вот этом укреплении доллара по отношению к рублю сегодня был сформирован новый часовой уровень покупок. Это 73.11.20. Далее ниже у нас, если мы увидим дальнейшее укрепление рубля, то также актуально и для покупок часовые уровни 72.66.63, 72.36.37, 71.79.10. Этот уровень был протестирован ранее. 70.31.69. Этот уровень также был протестирован ранее в июне 2020 года. То есть те, кто не успели купить доллар на этих уровнях, то также можете рассматривать и учитывать при выставлении заявок данное уровня. Далее ниже у нас имеется часовой уровень 70.21.94. 69.92.02. 68.30. 67.94.07. И ниже уже идет дневной уровень покупок 67.75.60. Указанные уровни покупок находятся в границах восходящего дневного канала по данной паре валютной. И если рассматривать часовой таймфрейм, то у нас мы видим, что вот этот среднесрочный восходящий канал, нижняя трендовая линия находится в районе... Сейчас, секундочку, я сожму график. Мы видим, что нижняя трендовая линия на данный момент находится в районе 64. То есть если мы действительно увидим в среднесрочной перспективе укрепление рубля по отношению к доллару, то именно эту границу можно рассматривать как возможный диапазон укрепления рубля к доллару. То есть в любом случае, если даже сегодня у нас начнется укрепление доллара, то те объемы, которые уже ранее были куплены, их просто нужно удерживать. Но если мы все-таки увидим укрепление рубля, то соответственно нужно покупать вот эти все уровни покупок, которые я указываю по торговому плану, но с обязательным соблюдением рисков. То есть суммарно часовые уровни покупок мы должны покупать не более 25% от планируемого объема позиции по данной валютной паре, а на тесте дневного уровня покупать 20% от планируемого объема позиции. Почему я считаю, что все-таки перспектива теста данных уровней присутствует? Потому что эти все уровни находятся в границах восходящего дневного канала. Кроме того, в марте 2020 года мы отбились от верхней трендовой линии данного канала и в перспективе должны протестировать нижнюю трендовую линию данного канала. Поэтому учитываем, смотрим. Я думаю, что если даже мы на тесте вот этого сопротивления продолжим какое-то восходящее движение, то это восходящее движение не будет каким-то значительным. То есть мы ограничимся только границей пятилетнего канала. Это район 81. В любом случае, я по споту не предлагаю никогда продавать валюту, потому что валюту нужно рассматривать как защитный актив в целях сохранения свободных денежных средств, которые вы в последующем планируете инвестировать в фондовый рынок. То есть на укрепление валют мы продаем постепенно валюту и на падающих акциях именно подбираем такие уровни, которые интересны для покупок. А именно на сильном падении, интересны для приобретения в долгосрок акции. Это при тесте дневных и недельных уровней, которые, как правило, тестируются очень редко, раз в год, раз в два, в три года. Поэтому эти уровни обязательно нужно выкупать и формировать долгосрочный портфель по нашим инвестициям в фондовый рынок. Сейчас же, как я уже говорю, если не пробьем сопротивление 76.24.53, говорить о том, что мы увидим укрепление доллара, рановато. Поэтому на коррекцию покупаем доллары, не спешим. И в последующем, я думаю, это принесет свои плоды. Далее переходим к паре евро-рубль. Евро-рубль у нас ситуация более такая обычая по данной паре. На текущий момент мы уже находимся у верхней границы пятилетнего нисходящего канала, мы протестировали эту границу, но, тем не менее, пока не можем протестировать сопротивление, которое находится на отметке 90.16.94. Если мы в итоге протестируем и закрепимся выше данного сопротивления 90.16.94, то открывается перспектива похода к верхней трендовой линии восходящего дневного канала, который находится в районе 96.97. Но, тем не менее, учитываем, что в марте 2020 года мы отбились от верхней трендовой линии данного восходящего канала. Также это была верхняя граница пятилетнего канала, когда мы отбились в марте. Но до сих пор мы не протестировали нижнюю границу, нижнюю трендовую линию данного восходящего канала. Поэтому в перспективе ближайшей я все равно рассматриваю коррекцию по данной валютной паре и на коррекции предлагаю рассмотреть вопрос о покупке евро на отметках часовые уровни. Это 87.21.46, 85.75.37, 85.29.79, 80.48.80, 79.54.79, 77.02.47 и далее уже идет дневная поддержка и дневной уровень покупок 76.11.74. Напоминаю, что суммарно часовые уровни покупок нужно набирать объем позиции не превышая 25% от планируемого объема позиции. На тесте дневного уровня докупаем 20% от планируемого объема позиции. В любом случае, я думаю, мы эти уровни можем протестировать, поскольку в перспективе я ожидаю теста нижней трендовой линия данного восходящего канала по паре евро-рубль. Посмотрим, что будет в итоге. То есть, очень много и важную роль играют именно внешние факторы. Если будут выходить негативные новости, если будет принят пакет санкций по России, то краткосрочно мы можем увидеть укрепление евро по отношению к рублю. И в этом случае мы легко можем протестировать отметки 96.97 по данной валютной паре. Если же все будет в рамках закладываемого сегодняшнего потенциала по данным валютам, то в ближайшее время, я думаю, мы начнем коррекцию и протестируем как минимум часовики по торговому плану. По евро до евро-рублю я также обозначу основные вот эти торговые уровни для покупок в нашем торговом плане ежедневном, который публикуется на канале и телеграм, а также на вкладке сообщества на канале YouTube. Кому интересны эти пары, можете учитывать и применять вот эти торговые уровни, которые я укажу для покупок и расчета рисков по данным парам. В целом я больше склоняюсь, что мы в ближайшее время все-таки увидим укрепление рубля по отношению к основным валютным парам, к евро и рублю, доллару, и на этом укреплении я предлагаю набирать длинные позиции по парам евро и по доллару. Продавать евро и доллары я никогда не буду советовать, поскольку мы все понимаем, что это все краткосрочно и и в долгосрочной перспективе мы в любом случае всегда наблюдаем укрепление евро и доллара по отношению к рублю. То есть это основной, один из инструментов сохранения свободных денежных средств, свободных рублей на период, когда у нас некуда припарковать свободные деньги, а в это время фондовый рынок растет. То есть на росте фондового рынка я не вижу смысла покупать растущие акции, то есть нужно ждать именно каких-то коррекций и более глубоких падений и только в эти периоды начинать формировать долгосрочные позиции по акциям. Только это принесет доходность, которая будет превышать как банковские вклады, так и рост основных индексов по рынку. Далее перейдем к рассмотрению фондового рынка и посмотрим, какие сегодня изменения были по нашему торговому плану. Сегодня мы наблюдали отработку основных часовых уровней покупок по следующим парам. это полюс золота, Ленэнерго привилегированная, Сбербанк акция обыкновенная, Сургутнефтегаз обыкновенная и также были сформированы новые уровни покупок по акциям Новотек и МТС. Давайте сейчас загрузится терминал и мы приступим к обзору данных эмитентов. Подвисает все. Так, все загрузились. Давайте перейдем. Первая акция, которую мы рассмотрим, это полюс золота. Итак, мы видим, что по полюс золота сегодня протестирован часовой уровень покупок, который находится на отметке 17316. Это часовой уровень, который я предлагал рассмотреть покупки только тем инвесторам, которые только начинают набирать позицию по данному эмитенту. Почему эти уровни следует покупать только вновь прибывшим инвесторам? Поскольку мы на текущий момент находимся в зоне перекупленности по данной бумаге, поскольку отбились от верхней трендовой линии восходящего дневного канала в начале августа 2020 года. И сейчас намечается техническая коррекция по данному эмитенту. На технической коррекции также у нас остаются актуальными для покупок часовые уровни 16 027, 12 939 и 12 365. Данные часовые уровни находятся в границах восходящего дневного канала и актуальны для покупок в долгосрок в инвестиционные портфели. Те же подписчики, которые ранее уже покупали данную акцию на долгосрок, нужно просто удерживать те набранные позиции. И в случае, если цена будет тестировать более нижние уровни, которые находятся ниже вашей средней цены покупки, только тогда можно докупать данную акцию для того, чтобы, во-первых, улучшать цену покупки, улучшать базу для инвестиций. То есть, тело инвестиций ваших позволит увеличить дивидендную доходность по отношению именно к цене покупки. Если же вы будете покупать сейчас акции выше вашей средней, то тем самым вы уменьшаете вашу дивидендную доходность по данной акции именно в долгосрочной перспективе, что я не вижу смысла делать, потому что основная цель приобретения акций в долгосрок – это получение дивидендов. Это раз дивиденды должны быть высокими по отношению к телу ваших инвестиций, то есть к базе инвестиций, а именно к стоимости покупок ваших акций. Если же вы будете покупать все уровни и тем самым ухудшать среднюю стоимость покупок, то, соответственно, ваша дивидендная доходность будет уменьшаться и эффективность инвестирования, соответственно, будет снижаться. Бумага по-прежнему торгуется в восходящем тренде среднесрочно с поддержкой на отметке 9951. Продолжаем удерживать данную бумагу на коррекции ниже ваших цен покупок, докупаем акцию в ваш портфель. Следующая – Ленэнерго-превелегированная. Сегодня был протестирован часовой уровень покупок 147.35. Этот уровень я также выкупал и увеличивал долю в моем инвестиционном портфеле. И на данный момент мы видим, что в границах восходящего дневного канала у нас не остается ни одного часового уровня, который мы не купили. Поэтому ждем более глубокой коррекции, формирования новых уровней, а на данный момент просто удерживаем эту бумагу в нашем портфеле. Бумага торгуется в восходящем тренде, как долгосрочно, так и среднесрочно, с поддержкой на отметке 112.30. Данная поддержка находится очень низко по отношению к текущим ценам, поэтому тест данной поддержки маловероятен, на мой взгляд. Ждем перехая и формирования новых уровней для покупок. Они будут уже дневными, на которых будем докупать по 20% от планируемого объема позиций по данной бумаге. На текущий момент, учитывая, что мы отбились от верхней трендовой линии восходящего дневного канала, в теории мы должны стремиться протестировать нижнюю трендовую линию, поэтому я не исключаю, что среднесрочно мы увидим и более низкие цены по данному имитенту. Ждем, смотрим, когда будут сформированы новые уровни. Об этом я буду говорить в наших ежедневных обзорах. Следующая акция, которая сегодня претерпела изменения по торговому плану, это Сбербанк обыкновенная. Сегодня был протестирован часовой уровень покупок 224.33. И на данный момент мы видим, что по данной акции, поскольку мы закрепились ниже восходящего конверта, у нас сегодня сформировано новое сопротивление на отметке 244.04. Давайте перенесем наше сопротивление 244.04. Это новое сопротивление, которое нужно учитывать при принятии инвестиционных решений, поскольку только после пробоя сопротивления мы сможем планировать и рассчитывать на то, что акция продолжит восходящее движение к верхней трендовой линии, которая находится в районе 289. На текущий момент бумага продолжает торговаться среднесрочно в нисходящем тренде, и у нас сохраняется перспектива теста часовых уровней, которые ранее не были отработаны и актуальны для покупок. Это 215.32, 188.58 и 182.75. Эти три часовых уровня находятся в границах восходящего дневного канала, и есть вероятность, что мы протестируем какое-либо из этих уровней, и их нужно заблаговременно учитывать в вашем торговом плане и выставлять отложенные заявки на покупку. По данной бумаге в любом случае я ожидаю в ближайшее время возобновления роста, поскольку в марте 2020 года мы отбились от нижней трендовой линии восходящего дневного канала, и на данный момент после завершения коррекционных вот этих моментов по данной бумаге мы можем возобновить движение к верхней трендовой линии в район 289. Бумага на удержание в долгосрок пока актуальна, на мой взгляд. Следующий эмитент нашего обзора – это Сургут нефтегаз обыкновенная. Акция «Сургут нефтегаз обыкновенная» сегодня были протестированы два часовых уровня покупок – это 36,240 и 35,855. На текущий момент по данной бумаге сохраняются актуальные для покупок два часовых уровня – это 35,580 и 32,490. Бумага находится у нижней трендовой линии восходящего дневного канала, поэтому в ближайшее время по ней я жду отскок, отбой от этой нижней трендовой линии и возобновление восходящего движения. Но для этого нам нужно пробить и закрепиться выше сопротивления 42,925. Пока же бумага среднесрочно находится в нисходящем среднесрочном тренде. И лишь пробой и закрепление выше сопротивления 42,925 позволит говорить о том, что мы можем увидеть рост к отметкам 54 – это средняя линия канала восходящего. И далее верхняя трендовая линия находится в районе 73 – это дневной восходящий канал по данной бумаге. Бумага интересна для набора в долгосрок, поскольку потенциал движения вверх очень высокий по ней, ожидается в ближайшее время. Далее у нас сегодня были сформированы новые часовые уровни покупок по акциям Novotec. Мы видим, что сегодня сформирован новый часовик – это 1089,80. И текущая цена находится очень близко к данному уровню. Поэтому забуговременно, кто заинтересован в приобретении данной акции на долгосрок, забуговременно выставляем заявки на указанные отметки. Далее у нас бумага пока торгуется среднесрочно в нисходящем тренде, сопротивление очень высоко – 1345, и мы находимся у верхней трендовой линии нисходящего дневного канала. Поэтому я считаю, что мы в ближайшее время увидим преобладание больше медвежьих настроений по данной бумаге и увидим более глубокую коррекцию. В связи с этим целесообразно учитывать при принятии инвестиционных решений наличие следующих торговых уровней, которые сформированы по торговой системе, которую я публикую на нашем канале. Это часовики 1089-80, 1010-40, 990-80 и 930-40 – это ближайшие часовые уровни, которые могут быть протестированы в среднесрочной перспективе. Если мы увидим продолжение коррекции по данной бумаге, то у нас будет сформировано новое сопротивление, о котором я буду говорить в следующих обзорах. Пока же ждем дальнейшее снижение по данной бумаге. Отработаем несколько часовиков. Дальше будем смотреть, какой потенциал и какая динамика прослеживается по данному эмитенту. Далее. Сегодня у нас сформирован новый часовой уровень по акциям МТС. Этот часовик сформирован на отметке 331.50. И на данный момент у нас остаются актуальными для покупок три часовых уровня, которые находятся в границах восходящего дневного канала. Это 331.50, 327.80 и 319.10. Далее уже в границах восходящего дневного канала у нас находится дневной уровень покупок 312.25. Прошу учитывать при формировании и выставлении заявок риски, которые рассчитываются исходя из следующего. Суммарно часовые уровни покупок не должны превышать 25% от планируемого объема позиции. В случае теста дневных и недельных уровней покупок можно покупать до 20% от планируемого объема позиции. По данной бумаге я смотрю позитивно на среднесрочную перспективу, поскольку мы торгуемся в границах восходящего дневного канала. В марте 2020 года отбились от нижней трендовой линии и в перспективе должны протестировать район верхней трендовой линии. Это примерно 397. Поэтому если увидим коррекцию, подбираем часовики, дневки и далее уже ждем возобновления роста и получаем профит, прибыль и высокие дивиденды по данной бумаге. На сегодня все. Новичок. Новичок, я думаю, повлиял на рынки краткосрочно, поскольку уже после выхода новостей по поводу отравления Навального, я думаю, уже очень много моментов в этом плане отыграно. И сегодняшняя новость о том, что подтверждается именно факт отравления, это лишь кратковременный спекулятивный момент, который очень быстро будет отыгран. Если мы сегодня наблюдали снижение фондового рынка и укрепление доллара и евро по отношению к рублю, то уже в ближайшее время, я думаю, мы увидим возобновление бычьих настроений по фондовому рынку, а также укрепление среднесрочно рубля по отношению к основным валютам. Но это мое мнение, оно не является обязательным руководством к действию. Каждый принимает инвестиционные решения самостоятельно на свой риск и страх. При этом я однозначно рекомендую действовать инвесторам только от покупок, поэтому и рассматриваю в нашем торговом плане только покупки по ключевым уровням с соблюдением рисков. Валюты я также предлагаю только покупать на случай того, что если мы увидим в ближайшее время какие-то кризисные моменты по фондовому рынку, то на укрепление валют по отношению к рублю мы имеем возможность преумножить свободный кэш и, соответственно, на падение акции купить более акций, то есть больше объем по акциям в наш долгосрочный портфель инвестиционный, который в основном-то я и популяризирую, то есть я популяризирую на моих каналах инвестиции на долгосрок. И все мои вот эти обзоры, они касаются формирования долгосрочных позиций в инвестиционный портфель на фондовом рынке, касающийся российских эмитентов. В основном мы покупаем дивидендные истории, которые как раз и позволяют в долгосрочной перспективе получать дивиденды и получать профит от роста стоимости компании. На этом все, всем удачи, до завтра. Удачи в инвестициях. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok